КОНЕЦ Атаманы Забайкальского казачьего войска. Они были разными, но и враги, и союзники не сомневались. Нет среди них трусливых в бою, слабых духом и разумом некрепких. Да иных и не выбирали казаки, ни в атаманы станичные или поселковые, ни в атаманы походные. Другое дело, что не все они стали фигурами мирового масштаба. Только об одном атамане Забайкальского казачьего войска можно сказать, что его имя известно и в Европе, и в Азии, и в Америке. При этом не только как генерала легкой кавалерии, но и как литератора, путешественника, переводчика, мыслителя и политического деятеля. Имя его Григорий Михайлович Семенов. Ему очень не повезло. Он родился не в свое время. И оно, жестокое и кровавое, потребовало от него пожертвовать и своими талантами, и самой жизнью ради борьбы с мировым коммунизмом. Он проиграл. Он не был безупречен в этой борьбе, но честно заплатил за свои ошибки. И тем самым искупил их. Нет, мы не собираемся возводить его на пьедестал. Мы просто хотим проследить его жизненный путь. От детских игр на берегу Анона до виселицы на Лубянке. Проследить жизнь казака до последних дней преданного идеалам своей России. Небольшая речка Куранжа Начинаясь где-то в горах, при впадении в Анон гуляет, как казак на свадьбе, от сопки к сопке. На берегах речушки – вековое село. Не самое старое, но и не самое молодое в Прианонье. Имея то же название, что и речушка, до 1917 года поселок Куранжа относился к Дурульгуевской станице 2-го отдела Забайкальского казачьего войска. А значит, был заселен коренными казаками, ведущими родословные со времен указов Ганнибала и Савы Рагузинского. В этом поселке 13 сентября 1890 года в семье Михаила Петровича и Евдокии Марковны Семеновых и родился будущий походный атаман Забайкальского казачьего войска. Георгиевский кавалер и лидер антибольшевистских сил российской восточной окраины Григорий Семенов. Отец Семенова Григория Михайловича, Михаил Петрович, потомственный казак, прожил всю свою жизнь в Куранже, там и похоронен, могила его сохранилась. А его мать Евдокия Марковна Нижегородцева по своему вероисповеданию была из старообрядцев. Достоверно, по крайней мере, мне известно, что кроме Григория Михайловича у них был сын еще Ануфрий Михайлович. Были ли еще дети, пока я не знаю. Наверное, архивы откроют свои тайны, но, по крайней мере, вот эти два брата, они оставили свой след в истории. Поскольку Евдокия Марковна была из старообрядцев, то часть уклада жизни старообрядцев перешла, безусловно, в семью Семеновых. В частности, то потом отразилось, что Григорий Михайлович никогда не пил и не курил. Легенды о том, что он тут, так сказать, спьяна в чете, ради удовольствия постреливал мирных граждан, это всего лишь легенды, они просто под собой не имеют никакой почвы. Поскольку спьяна Григорий Михайлович, видимо, никогда в жизни и не бывал. Дом Семеновых до сего дня стоит в Куранже на главной улице. Крепкий, рубленый в лапу, с большими окнами на полдень, он просто чудом уцелел и в лихолетие гражданской войны, и в последующие времена. В этих стенах и прошло детство атамана. Здесь он научился говорить на родном, а также на бурятском и монгольском языках. Впервые прочитал книги по буддизму и истории народов Востока. И первым на всю станицу уговорил отца подписаться на получение газет. А когда из Читы пришло указание войскового атамана искать в окрестностях Куранжи и отправлять в Краеведческий музей уникальные предметы древности, Гриша Семенов с Азартом принялся за труд археолога-любителя. Где-то на берегу Анона мальчишка нашел несколько плиточных могил, а в устье Куранжи раскопал стоянку древних людей, находки из которой каменный топор, посуду из морских раковин и кости мамонта он отправил в музей. Учился он в местной школе, в поселке Могоитуй, потом в Читинскую школу он экстерном закончил, мест не было, не попал. И в 1911 году он закончил Оренбургское кавалерийское высшее училище. Его непосредственным учителем в этом училище был известный потом атаман Александр Ильич Дутов, атаман оренбургцев. Закончил он это училище великолепно. По первому разряду, как тогда писалось. После этого он поехал служить, его направили в Монголию, в Ургу. В 1911 году он принял деятельное участие в Монгольской революции. Когда была сброшена власть китайцев, за это он стал национальным героем Монголии. Из Монголии потом его откомандировали служить в 1-й Нерчинский полк в Градеково. И оттуда он попал на Первую мировую или Германскую войну. Широко известные фотографии забайкальского атамана запечатлели образ этакого рубаки с лихо закрученными усами. А потому трудно совместить этот образ с личностью доктора философии, переводчика на монгольский язык, стихов Пушкина, Лермонтова, Кольцова и Фета. Кадрового русского офицера, владевшего английским, японским, китайским, бурятским и монгольским языками. С личностью человека, биографию которого вслух читали последнему китайскому императору Пу И. Тому самому, что в августе 1945-го ожидал суда в Читинском санатории Молоковка. Время неумолимо. И годы забвения, помноженные на официальную пропаганду, превратили Григория Семенова в ищаде ада, вычеркнув из его биографии и поэтические опыты, и дипломатический дар. Он стал просто кровавым палачом, не более. А ведь он и в самом деле был отчаянным рубакой, любимцем казаков и без преувеличения героем Первой мировой. Кавалером Ордена Святого Георгия Четвертой степени и обладателем почетного георгиевского оружия. История русской армии не знала еще примеров, чтобы младший офицер всего за два месяца боев был удостоен двух самых высоких боевых наград. В свое время дедушка нашей забайкальской литературы, Василий Иванович Балябин, спрашивал меня, а ты, паря, задайся вопросом, почему у Семенова было столько добровольцев в 18-м году, почему на одну его банду, так называемую, пришлось собирать всю Красную Сибирь, от Омска до Владивостока. Что же это такое было? Что он был за герой? Я обратился к старым газетам, 14-го, 15-го, 16-го годов, и понял, оказывается, больше орденов, чем Григорий Михайлович Семенов, сначала Харунжий, потом Сотник, потом Подъясаул, 1-го Нерчинского казачьего полка, наверное, его за Байкальском войске никто не получил. Ну, сами посудите. С десятью казаками разгромить целый германский кадровый кавалерийский полк у 2000 сабель, отбить наших 400 пленных, спасти знамя родного полка, отбить обоз. Это невероятно кажется, но так было. Семенов получил все ордена, в том числе и те, которые дают ему право дважды быть написанным в Георгиевском зале в Кремле. Это орден Святого Георгия и Георгиевское оружие, которыми награждали именно георгиевские кавалеры думы целого фронта. Царь не мог награждать, если коллективное решение могло быть иным. Но кроме этого, у Семенова был еще и солдатский Георгиевский крест. И получил он его за то, что спас рядового казака, когда, возвращаясь из разведки, чуть было его не потерял. Он сказал своим разведчикам, «Ребята, тот немец, которого мы несем, важнее жизни всего нашего полка. Вы обязаны доставить его к своим, а я обязан спасти своего подчиненного». Семенов в рукопашной схватке, ну, рукопашной, на саблях, одолел шесть венгерских драгун и одного хотел было взять в плен, но отпустил. И когда драгун побежал к своим, то Семенов, не торопясь, вытащил казака из-под убитой лошади и, не торопясь, вернулся к своим. Следом, с вражеской стороны, не прозвучало ни одного выстрела. Отречение Николая II от престола в феврале 1917 года в стране и в армии в первые дни вызвало взрыв энтузиазма. Все, начиная от рядового солдата до командующих фронтами, вздохнули облегченно. Радовался и Исаул Семенов. Тем паче, что стойким монархистом он никогда не был. Хуже в армии стало чуть позже, когда зачитали приказ номер один по Петроградскому гарнизону, который распространился на все вооруженные силы России. Дело, конечно, не в том, что за один день Семенов мгновенно превратился из вашего высокоблагородия в господина Исаула, а в том, что в армии вводились выборные полковые комитеты, уничтожавшие единоначалия и ставшие гибельными для русской армии. В итоге одни полковые командиры отказались принять комитеты и были убиты подчиненными, другие самоустранились от командования. Но Семенов, будучи командиром 3-го Верхнеудинского полка, из, казалось бы, проигрышной ситуации вышел победителем. Под его влиянием казаки отказались выслушивать пришлых революционных ораторов и не приняли полковых комитетов. Это, пожалуй, был единственный случай такого рода в 1917 году. И вот он тогда задумал создать воинское соединение из туземцев, как тогда говорили, из Бурят и Монгол, наших азиатских братьев здесь, в Забайкалье. Он поехал, предложил эту идею Керенскому, идея была подхвачена, его вызвали с фронта в Петербург, он туда приехал и, так сказать, стал эту идею по всем этим чиновничьим военным кабинетам пробивать. Взаимодействовал он с Муравьевым, был такой там военспец, который этими вопросами занимался. Одновременно он заинтересовался теми событиями, которые происходили в нашей жизни. В частности, в это время было это знаменитое июльское выступление большевиков, которое было подавлено, ликвидировано. Он, так сказать, сумел проникнуть в эту комиссию, которая расследовала. И когда посмотрел документы, для него сущность большевизма стала ясной. Его, так сказать, прямая связь с германским генеральным штабом, что все это дирижировалось оттуда, из Германии. И он тогда предложил Муравьеву арестовать эти советы Смольный, провести жестокую акцию. Там просил всего лишь школу юнкеров для того, чтобы провести ее. Не нужно было много людей, но Муравьев доложил об этом, так сказать, по инстанции и запретил даже и думать об этом Семенову. К осени 1917 года ситуация здесь уже была для него ясна. В России произошел, мы знаем, Октябрьский переворот, террористический акт, когда была смещена власть временного правительства, а потом разогнано учредительное собрание и события покатились неудержимой лавиной с запада на восток, то, что было потом названо триумфальным шествием советской власти. Семенов эту власть не воспринял. Его называют контрреволюционером, я думаю, что так его называть нельзя. Он никогда контрреволюционером не был, потому что изменение в России строя монархического на демократический он никогда не осуждал за восстановление монархии, никогда нигде не ратовал. Да, он не был монархистом, да, он не был против власти временного правительства. Тогда же за что боролся Григорий Михайлович Семенов на Забайкальской земле? Почему за ним шли тысячи казаков и бурят? Чем привлек их Есаул, которого позже они провозгласят походным атаманом? Только ли своим авторитетом или чем-то большим? Наконец, почему именно он, а не кто-то другой, стал лидером белого движения на востоке России? За что же он бился? Ответ на этот вопрос нам дает документ, который сохранился в архивах. Этот документ сейчас помещен вот в такой книжке, разыскал его наш профессиональный историк Владимир Исаакович Василевский. И вот он здесь помещен. Заявляю, что задачей своей считаю, первое, поддержку и защиту единственного хозяина земли русской учредительного собрания. А на местах городских и земских самоуправлений. Второе, законов, изданных временным правительством. Третье, широкой автономии на пути самоопределения народов. Четвертое, жизни, порядка, спокойствия и мирного труда свободных граждан. Каждый русский гражданин, любящий свою родину и стоящий на стороне законности, друг мне и я за него. Атаман отряда Исаул Семенов. Этот документ подписан январем 1918 года. А буквально за месяц до этого события, в декабре 1917, на втором круге Забайкальского казачьего войска Исаул Григорий Михайлович Семенов, набрав 82 голоса «За», был избран походным атаманом. Ему шел 28-й год. Казаки гордились им, как первым в войске кавалерам высшего военного ордена и наградного оружия. Бурятские князья хорошо помнили и знали его по лихим делам в Монголии, а вместе они верили в его твердости в борьбе с большевиками, от которых уже успели хватить лихо. Для Григория Михайловича Семенова выборное казачье звание атаман стало именем, и мы его знаем не иначе, как атаман Семенов, забывая действительно, что его звали все-таки Григорием Михайловичем. Я вот думаю, если бы не было гражданской войны, он бы стал бы прославленным русским генералом, командующим армией или корпусом, и в памяти народной остался бы как выдающийся герой Первой мировой войны. Но судьба рассудила не только для него, для всей нашей России по-другому. Грянула гражданская война вслед за революцией, братоубийственная война, в которой русские убивали русских. И Семенов, как честный человек, и офицер не мог стоять в стороне. Он воевал, он сражался, но в то же время он вынужден был и бороться со своими противниками, причем порой теми же методами, что и они с ними. Мы ничего не знаем о том, как расстреливали офицеров только за то, что они офицеры, как расстреливали интеллигенцию, как у казаков отбирали последних коней, последних коров, и кто отбирал. Пленные мадьяры, которые добивали их на германском фронте, и которые пошли в Красную гвардию. Мы не знаем о массовом расстреле, зато только что подозревался человек в том, что он не лоялен к советской власти. Об этом все еще предстоит нам узнать. Потому что, я считаю, в Гражданского не было героев ни с той, ни с другой стороны. Был только один долг, тяжкий долг, который старались выполнить те, кто воевал в Гражданскую. Это в художественной литературе, да в некоторых фильмах о гражданской войне, атаман Семенов изображен главарем банда чепенцев, за японские иены, продавших родину. В жизни все было иначе. Его антибольшевизм был поистине интернациональным. Помимо забайкальских, амурских и уссурийских казаков, ему выражали симпатию монгольские и бурятские князья, китайские офицеры, турки, сербы, итальянцы и даже бельгийцы. Да, он получал материальную и военную помощь Японии, но использовал ее в первую очередь для поддержки казачьих станиц и охраны от красных. Полных два года с августа 1918 по октябрь 1920-х годов Григорий Михайлович Семенов удерживал Забайкалье в руках белой государственности, боролся за свою Россию и словом, и делом. И все же проиграл. Почему? Причина кроется, мне кажется, в простой истине. Идея красных, которую они с собой несли, была проста и понятна. Они обещали всем в будущем полное благодетие, разденствие, равенство, ну, райскую жизнь. Белое движение ничего не обещало. Оно просто только боролось с большевизмом. Белые тоже понимали, что нужно переустройство России. Но, по крайней мере, такой уж простой, примитивной, доступной всем идеи они применить не могли. Атаман покинул Читу в октябре 1920 года. Говорят, что по подземному ходу, идущему от дома архитектора Никитина, где он квартировал. На берегу Читинка его ждал аэроплан, на котором Семенов благополучно перелетел на станцию Даурия. Думал ли он тогда, что уже никогда не увидит ни родительский дом, ни могилы дедов-прадедов, ни величавого Анона? Навряд ли. В нем еще была жива вера. Складывать оружие он не собирался. Зато его родным в Куранже опасаться было чего. Он говорит, что по правильной пути идет, вот так сказала. Мне мать это объясняла. А я, деда, я отлично знаю, мы даже жили в степе со скотом. Мать, отец, вот на Халтынке, на Хребтово. И он приезжал в гости к нам туда. Высокий, стройный у меня фотографий была, красивый такой, красивый мундир, как это называется, форм. Вот так, не погоды были, а с хищами кругово, полетные, как это называется. Ну вот, а я потом фотография, когда прижимаюсь, мать-то мою арестовали за этого, за Томана, что родственник. Вот, вот, братья, три брата, что у матери была, как он, Дмитрий Фролович, их увезли вперед в семье, арестовали, как врагов народа. Без малого 25 лет после окончания гражданской войны Григорий Михайлович Семенов провел на чужбине. В основном в Китае, хотя на короткое время выезжал в Японию и США. О его политической жизни в этот период времени, пусть даже с искажениями, известно. А вот о личной практически ничего. О женах, детях и внуках от Томана официальная советская пропаганда старалась молчать. Ну, наверное, как истинный казак, Григорий Михайлович был весьма неравнодушен к женскому полу. Жен у него было достаточно. Первая его жена была Зинаида Манштейн. И от этой жены у него родился сын, старший сын Вячеслав в 1915 году. Затем судьба их разорвала, разбросала. Фронт, война. Потом уже здесь, в Забайкале, он женился на Елене Викторовне Терсицкой, дочери Иерея Телябинского и Тюменского, по-моему. Перед Терсицкой была у него неофициальная гражданская жена, Мария Глебова, здесь в Чите, Машка-цыганка, как ее называли. С ней они тоже расстались. По имеющимся сведениям, Мария Глебова уехала то ли в Японию, то ли в конце концов она попала даже в Палестину. Но примечательно то, что она увезла с собой приемного сына Григория Михайловича, Алешку Юхнова. Григорий Михайлович его воспитал, и последние сведения о нем, что я имею, его в Нагасаке где-то в 30-х годах встречал Михаил Ануфревич Семенов, племянник Атамана. Где дальше его судьба куда забросила, неизвестно. Вот от Елены Терсицкой у него родились дочь Елена, дочь Татьяна, сын Михаил и младшая дочь Елизавета. Судьба всех членов семьи Григория Михайловича, всех его детей, кроме Алешки Юхнова, которой где-то неизвестно, и младшей самой дочери Валентины весьма печальна. Все они, и Вячеслав, и Елена, и Татьяна, и Елизавета, и сын Михаил, в 45-м году были арестованы в Манчжурии, да, дочери были арестованы в 48-м году в Манчжурии, и по 10-11 лет отбыли в ГУЛАГе. А сын Михаил был расстрелян. Август 45-го разбудил не только особняк атамана, но и всех русских эмигрантов Китая. 22-го числа советские парашютисты захватили Дайрен, а танки 6-й гвардейской дивизии вошли в Порт-Артур, не позволив ни одному японскому катеру выйти в море. В этот же день был арестован и Григорий Семенов в собственном доме между 16 и 18 часами, местного времени. Приговор по делу Григория Михаиловича Семенова, кавалера ордена Святого Георгия, генерал-лейтенанта русской армии и походного атамана Амурского, Уссурийского, Оренбургского, Сибирского и Забайкальского казачьих войск, был оглашен 30 августа 1946 года в 5 часов 10 минут утра. Его, обвинив по 7 пунктам 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР как злейшего врага советского народа и активного пособника японских агрессоров, приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Место погребения атамана неизвестно. Его останки не имеют могилы. У него один погост – русская земля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok